Всем привет, я София Голберг. Продолжаю тему моих картин по теме инопланетян, неземных цивилизаций, их техники и пришельцев, которые посещали планету Земля. Несколько видео уже записано, и я еще буду продолжать. Начнем обзор с вот этого. Вот этот рисунок, тоже скетч-стайл. Я рисовала, когда еще мне было 11 лет, 1992 год. Ну, в начале 90-х и в конце 80-х вообще у людей во многих странах одновременно был огромный такой интерес, просто вспышка интереса к теме внеземных цивилизаций, инопланетян так называемых. Вот, и техника, в которых они летают. Вот чем летают пришельцы. Ну, я тогда еще меня приглашали на конференции, потому что людям казалось необычно, что я довольно юного возраста. И вдруг я откуда-то знала вот эти данные, какие бывают летающие тарелки. Ну, форма тарелки, да, какое-то отдаленное сходство есть. И я рисовала. Причем, когда эти мои рисунки видели на форумах, на симпозиумах, на этих всяких встречах людей, которых интересуются и уфологией, и программальными явлениями, многих изумляло то, что я рисую то, что было показано на фотографиях в заграничных журналах, которые в Россию не привозились. Потому что люди были из разных стран, кто-то в Болгарии, кто-то в Франции. И, естественно, эти журналы никак ко мне попасть не могли. И вообще, какое бы у меня до них было дело, когда я была, в принципе, довольно еще маленькой девчонкой. И, ну, естественно, вот в 11 лет тут рисуешь, и я рисовала то, что было напечатано в журналах, которые я не видела, а потом, говорю, какое-то сходство мне показывает, ой, смотри, как интересно. Вот там нарисовали, и вот такая же тема кораблей неземных цивилизаций. Вот эти, кстати, у них не такая большая скорость, как у этих. Вот это я еще, кстати, на русском, я подписывала еще название, как примерно этот корабль называется, и как оно, примерно, название звучит, и сколько у него размер. Я в метрах пыталась поставить. Значит, вот эти, кстати, это очень скоростные, шустненькие, свифтики такие. Вот, а эти, значит, уже такие интересные. Это крупные, габаритные такие хорошенькие, вот этот вот габаритный. А вот эти мелконькие. Вот, есть хорошенькие, которые больше габаритные, и они, за счет того, что обращающееся поле, оно, электромагнитное поле, и вращается в разные стороны, поэтому, естественно, самолет его сбить не может, потому что за счет своего же мотора этот инопланетный корабль сам себе дает еще и защиту. Вот. Электромагнитное поле – это очень мощный двигатель, очень, кстати, когда я рассказывала, как это так, как инопланетянский корабль летает на электроэнергии. Тогда, значит, в те времена, в начале 90-х, никто даже предположить не мог, что через сколько-то лет будут электрокары. Вот сейчас электрокары продаются в огромном количестве. Цена у них, кстати, еще не такая уже огромная, завабахнутая. Есть более продвинутые машины, которые… Обыкновенные машины, которые также продолжают ездить, как вот те машины, которые были в то время в 90-х. Так же на бензин, топливо у нас на бензине. А вот электрокары и хайбрид-кары, они сейчас стали популярны. А когда я это рисовала, я хотела людям рассказать, что инопланетянская техника тоже работает на электричестве за счет электроэнергии. Мне никто не верил. Вот прям такая огромная махина, они какие-то размером с небольшой самолет, и такие прямо махины могут за счет электро летать. Что там такое рассказываешь? А вот сейчас электрокары. Вот сейчас это нормально воспринимается. А то, что я тогда это говорила, никто нормально не хотел воспринимать. Вот. Или это не может быть. Ну, типа, это технократическое будущее, вряд ли мы до этого доживем. Я говорила, доживем и увидим. Электрокары сейчас ездят. Вот. И, значит, опять инопланетянский корабль. Два образца шрифта вот здесь. Это шрифты, которые идут в строчку. А вот это уже пищенность схожая какая-то с иероглифами, ну, немножко. Вот. Когда мне спрашивали, какие внеземные цивилизации вот конкретно. Вот эти вот посещают вот Индия, Индонезия. И, в основном, некоторые есть вот Китай, Индия, Китай. Вот эта вот территория, они здесь. В Америку они не прилетали. Вот которые вот этой письменности пользуются. В Америку они не прилетали. Вот это, кстати, это, опять-таки, образец письменности красивый. А вот этот и этот, это как бы варианты сложности одного-то уже шрифта. Вот. У некоторых инопланетян письма странные. То есть, они сокращают слова, сокращают звуки. Ну, как вот, записывают строчкой, что вот одна строчка по их договоренности в комбинации с другой строчкой рядом. Одна буковка, с другой буковкой. И они делают тему по тематике, о чем это письмо. Они ставят определенную букву, чтобы понять, о чем эта строчка. И вот эта строчка, она как бы маленький, вот этот вот фрагментик, маленький кусочек, а он заменяет длинную строчку. Они пользуются сокращенным письмом. Кстати, когда я эти картинки, мои художества, я опубликовала на многих сайтах, онлайн-галереях, и нашлись вот эти плагиатчики. Скопируют меня и тоже начинают выдавать себе то, что они знают инопланетянские языки. И причем, копировщика-планетчика сразу заметно, что когда люди у них спрашивают, прочитай, что тут написано. И, значит, начинается сразу идти проповедь. То есть, значит, стиль гибрид христианства с буддизмом. Такие все проповеди, язык света, инопланетяне высширазом вещают о происходящем контакте, что люди должны пройти подготовку. И все такие об одном. Люди должны пройти подготовку, у людей должно быть сознание осознанием. Трансцендентальная, квинтэссенция, такие же заумные термины. И, кстати, из контактеров вот таких вот, которые хитренькие, хотят просто попиариться, скопируют мои тексты, потом начинают выдавать за свое и начинают читать. Они, во-первых, прочитать это не могут. Я это повторю. Любой текст я его читаю с годами. Кстати, люди даже на магнитофон записывали еще тогда. И я это повторяю, потому что я знаю, что я написала. Я могу написать по-русски, я прочитаю. На английском я прочитаю. Другой человек напишет на хибру, прочитает. На немецком прочитает. Я пишу вот эти шифты, я их всегда прочитаю. А тот, кто занимается фальсификацией, будет, конечно, картавить и читать фразу с надеждой, что никто не сверит. И, значит, естественно, а инопланетянским языком можно сказать даже такую же простую фразу. Я хочу поехать к другу в гости. Потому что такие понятия, как дружба, друг у инопланетян тоже есть. Передвигаться и поехать, такие понятия есть. И поэтому можно таким же инопланетянским шрифтом на таком же интересном языке написать фразу. И кто знает язык, кто-то его знает и прочитает в любое время суток. Как называется, вот разбуди хоть сей или ночью. А прочитает точь-точь. И через года будет читать одно и то же. Вон дата 1993 год, картинке 30 лет. И в любое время, когда меня спрашивали прочитать, я это читаю, это одно и то же. То я решила нарисовать, как бы выглядела машина времени, если бы инопланетяне показали чертежи своей машины времени, с помощью которой они передвигаются и сокращают скорость, из-за чего их корабли набирают огромную скорость. Вот такой скетч-стайл технический чертеж, технический набросок чертежек вот такой. Их три штуки. 1992 год. Это, в общем, мотор корабля НЛО, вот этих вот, вот это конкретно мотор, двигатели, вот это машины времени и как устройство, которое сокращает время, время движения корабля. Поэтому он очень быстро летает, потому что он сокращает свое время. Ну вот, кстати, когда я общалась с другими контактерами и с уфологами, которые общались еще с другими контактерами, некоторые смогли расшифровывать, где какая штуковая, какая часть батарейки, где здесь аккумулятор, где здесь двигатель. В общем, они, кто-то понимал, тот понимал, что это нарисовано. И они могли более таким техническим языком, техническими терминами объяснить. Вот так. Продолжаем тему, в общем, портрет в рост юная инопланетянка. Вот такая вот, значит, синяя раса, синяя. Их планета, она гравитации втрое больше, чем на Земле. Ну, они технически очень развиты. Ну, поскольку рисую их немножко детски, голова немножко крупновато получилась. Ну, с годами я потом еще нарисую, когда-то еще исправлю. Вот, ну, как дизайнер женской одежды, модельер, я, значит, всегда продавала акцент украшениям одежды и дизайна одежды. Вот, потому что, ну, не только людям интересна мода, не только людям. Ну, если вот, как вот, публикации НАСА и многих других сайтов, что постоянно пишут, что нашли, где-то во Вселенной нашли аналог планеты Земля. Логично предположить, что если найден аналог планеты, то есть планета такой же гравитации, такого же объема, тоже вода и суша, и, естественно, предполагает, что там есть жизнь. А я иду дальше. Мало того, что на планете есть жизнь. Логично. Там есть города, там есть живые сущности, и там есть красивые женщины. И, конечно, каждой красивой женщине нравится тема моды. И инопланетянки тоже могут делать красивый макияж, делать красивые прически. Кстати, когда я была в городе Тетройт, Мичиган, штат Мичиган, и, значит, там, кстати, у афроамериканского населения, части населения, очень красивые прически, просто экзотические. Таких вот, сколько я ездила по другим странам, не только в Америке, но только в Тетройте. Это такие очень красивые, экзотические прически. И только у африканок. Вот, значит, афроамериканки. Только у них, только у них, почему-то именно в Тетройте красивые прически. Вот. А, кстати, я там смотрела, там, кстати, самый лучший дизайн ногтей, вот эти накладные ногти, появляются именно в Тетройте. Вот. И, кстати, вот я так предполагаю, что если на других планетах тоже есть разные расы, ну, не только синие, есть еще и белые, и коричневые, и бежевые, и красные, и так далее, и зеленые, всякие. И, естественно, там тоже есть красивые женщины, которым тоже эти статема моды накладных ногтей, и они наверняка тоже делают селфи. Потому что, если, как бы, знаешь, общее понятие красоты, есть, как бы, общественные моральные ценности. Ну, в любой стране доброта – это доброта. В любой стране есть дружба. Такие понятия у любого народа есть. Ну, к сожалению, в любом народе есть негативные личности, воришки. Вот. Я так предполагаю, что во Вселенной жизнь все-таки идет по определенным стандартам. Значит, среди инопланетян тоже есть и пираты, и воришки, тоже есть нечестные, и также есть красавицы. Вот. Да, еще у него такой пришелец из другой планеты, изобретатель. Ну, у него название такое – Йоттл. Ну, когда я рассказывала, мне многие знакомые смеяются, говорят, что немножко с нецензуркой похоже. Нет, Йоттл – ничего нецензурного в этом наимене нету. Ну, хотя многие хихикают, когда так и слышат. Нормальное имя, как имя. Ну, вот. Ну, вот их стране – пальмы, на их планете. Пальмы, ну, не такие прямо, знаешь, как вот в Калифорнии. Пальмы такие же, что их регулярно подстригают. Я была очень удивлена, когда мы переехали в Америку, я впервые увидела, что люди, кажется, вызывают платный сервис подстригать пальму. Ну, думаю, зачем? На ней сухие листья обстригают. А вот на этой планете пальмы, они как бы более как рыхлая структура, более гладкие. Их подстригать не надо, у них ствол так ровненький. А вот, ну, может кто-то хочет погуглить, посмотрите, там есть такое даже расценки на сервис по подстрижке пальмы. В Калифорнии, кстати, это очень довольно доходная работа, прибыльная, но рискованная, потому что не каждый способен залезть на пальму и работать. Потому что у пальмы, кстати, очень твердые эти листики, они так смотрятся, вот такие шевелятся, такие прямо легкие, как бы чуть ли не воздушные. Они очень твердые, очень плотные. Так, вот еще хотите сказать, ну, в общем, кораблик, один из последних кораблей гибнущей цивилизации, когда вот жизнь заканчивалась, была Сириус, когда она еще не была отравленной звездой, до того, как планетка, которая исходила в систему, еще только было две звездочки, третья еще была планетой до взрыва, до своей трансформации. И эта цивилизация там была, она погибала. И когда она там погибала, вот еще была планетка, она уже пустая, здесь уже ветер все сносит последнюю, корабль последний улетает, еще видно две звезды, а сейчас их там три. Сириус. Вот. Мне кто-то сказал Сириус, Масириус, и мне это название, кстати, очень понравилось. Масириус, это было бы как-то интереснее, потому что у них слово «ма», считалось как бы, «ма» это что-то божественное, большое, такой вот аналог, как бы благословенный. Вот в этом Сириус, Масириус, это как бы даже они бы сказали «большое спасибо». Вот. И тут я изобразила, в общем, инопланетянский корабль потерпел крушение, взорвался. Ну, у них тоже горе бывает, бывает авария. Ну, и мне было просто интересно нарисовать, как происходит авария. Ну, вот был инопланетянский корабль «Кристалл». Ну, форма «Кристалл», у него в одной из граней стоит такой мотор, но на самом деле, в общем, он как бы за счет того, что он делает электромагнитные поля, раскручивает, он за счет этого взлетает. Ну, вот у него такая авария. Бш-ш-ш, взорвался. После него, нравится, все, бывает, не только же машины, он сталкивается на фривые. Вот опять инопланетянин с огромными глазами. Это мальчик. Подросток, ну, ему где-то 14 лет. Это у меня отдельно про них история написана. Это инопланетяне, который увлекался изобретениями, изобретал всякие разные летающие аппараты скоростные. Ну, вот эта раса посещала планеты Земля. Ну, глаза у них, на самом деле, не такие огромные, но их самовосприятие этой расы, они считают, что у них глаза – это главное. Главное выражение их чистой души. И они все-таки все синеглазые, там других цветов глаз у них не бывает. Вот дальше опять эти же инопланетяне. И, как бы, вот этот же мальчишка и его подружка, девочка с другой планеты. Если бы в рассказе было бы видно, она беленькая, потому что у людей кожа хоть как светлая, даже, ну, она будет бежевая. А эти инопланетяне, они белые, абсолютно белые, белее, чем вот эта бумага даже. О, ну, это уже иллюстрация моей одной из научно-фантастических историй. Когда-то, я думаю, я ее в совершенстве допишу, может быть, когда-то она и будет опубликована. Ну, пока еще нету. Дальше. Инопланетяне – трансформеры. Но это мало того, что трансформеры. Они могут трансформироваться в такую форму жизни, которая может жить под водой. Может жить в кислотном озере. Ну, конечно, с маленьким содержанием кислоты. Видите, он похож на какую-то, знаешь, эти птички киви есть. Такие, называется киви. Но это не фрукт киви, а птичка киви, которая без крыльев. Вот я помню, был в интернете такой интересный мультик, что даже киви может полететь, если хочет. Если он, может быть, сохранился, можно посмотреть. Бескрылая птичка, если живет мечтой, и когда очень чего-то хочешь, обязательно получишь. Птичка киви полетела. Ну, вот это из той серии. Как раз, что полуфантастическая такая форма, которая живет, она может трансформироваться в разные формы. Ну, у них такие белесые глаза, в общем-то, они вот что видят, то и хотят воспринять и переделать свой образ под то, что они видят. А эти вот трансформеры, которые еще умеют подпрыгивать и летать. Ну, летают, правда, немного, потому что у них все-таки есть какой-то вес, и они приходят себе опусыкаться обратно. Вот, как нарисовать панораму озера на другой планете. Что в этом озере интересно, что он выглядит, конечно, спокойным, безмятежным, такой тихий, такой ранний вечерок. Но это озеро с небольшим составом кислоты. И поэтому вот такое кислотное озеро, оно смотрится таким прозрачным и тихим, спокойным, но оно абсолютно пустое. Там ни рыба не водится, ни водоросли, ничего. Оно абсолютно безжизненное, однако просто красивый такой вот колоритный эффект. Ну, я сама родилась на Кавказе, все свое сознательное детство. И, в моем детстве, потому что на Кавказе потом переехали в Америку. Вот, и, значит, Кавказ, горы, для меня это для моей души, это очень близко. И, как бы, часть моей души всегда связана с горами. Горы, я их везде рисую, и когда вот на планетах, на других планетах тоже есть горы, у меня они всегда вот это вот, любая, даже где я вижу фотографии марсианскими, это напоминает мой родной Кавказ, Северный Кавказ. И у меня как-то всегда это напоминает любые горы. Но я сейчас вот в Голливуде живу, это вот Голливуд, Калифорния, и надпись, всемирно известная надпись Голливуда, она находится на Холливуд-Хиллз. Вот здесь, и я смотрю, ну, надо же, что-то вот немножко схоже с Кавказом. Ну, здесь, конечно, круто, здесь пальмы. Ну, на Кавказе у нас таких не было. Так, еще опять хотела показать, тоже нарисовала, как выглядит часть инопланетянский город-порт. Вот эта часть порта, это когда корабли, они сходят из гиперпространства, и гиперпространство, оно дает огромную скорость инопланетянским кораблям, а чтобы при посадке, им надо эту скорость как-то сбить, и он постоянно вот как по спирали проходит, меньше, 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 и в результате попадает на паркинг-лот. Вот такая штука. Это я нарисовала еще, 1992 год, мне было 11 лет. Вот такие рисунки. Вот что интересно, советская акварель, кстати, я хотела бы очень сказать, сакцентировать, сколько лет уже этой картинки, а цвета почти не пожухли, качество хорошее. Ну вот это такая была, значит, медовые акварельки, назывались ее марка Нева. Вот такие хорошие. Вот я их нарисовала, и в хорошем состоянии до сих пор. И вот хотела еще рассказать, вот ватман, тоже очень прочный. Вот сейчас, на то, что я рисую, схожий формат, 8 на 11, это принтерная бумага, американская принтерная бумага, все, вот форматик покажу, немножко вот разница пошире и покороче. Вот, потом я вам покажу. И что интересно, что вот эта принтерная бумага, она такая тоненькая, и акварелька рисовать очень трудно, потому что моментально она намокает, начинает коробиться. Что было хорошего в советском ватмане, что он не коробится. Его практически не надо ни утюгом, потом он разглаживает, ничего. Но вот рисуешь, и рисовать легко и удобно. Когда я была младше, когда я еще ходила в школу, я рисовала по... Иногда я сделала рекорд 40 картинок в день. Но, правда, я целый день сидела с ними и рисовала. А на принтерной бумаге так быстро не порисуешь, потому что надо ждать, когда она обратно сохнется и расправится. Вот. Знаешь, что-то уже, есть определенные планеты, и в Солнечной системе есть две таких. Но на других планетах это встречается намного чаще в других системах. В этой галактике Хауэлл, вот эта системка, и другие системки Хауэлл, 83 тысячи, и вот это вот галактики Ранторан вторая. Я бы отдельно не рассказывала. И, значит, есть такие необычные планетки, у которых есть дисбаланс в гравитации. То есть, вот, если бы так вот одна площадь, допустим, два квадратных километра, одна гравитация, а рядышком, где горный массив начинается, и гравитация уже не такая. Она может быть больше или меньше. Там, где вот морская поверхность, где вот есть море, и рядышком пляж вот начинается. Там сразу дисбаланс гравитации. Потому что, ну, на Земле это бы считалось аномалией. На Земле такого практически не может быть, потому что Земля, она очень плотная по своей структуре. А есть планетки, у которых есть гравитационный дисбаланс. И за счет того, что рядом с ними гигантские планеты. И эта планета, она находится, в общем, рядом, такая планета размером, как Земля. И она находится между двумя гигантами, такие как Юпитер. Юпитер здесь, Юпитер здесь. Посередине этого планеты. Тогда бы постоянно будет дисбаланс. И дисбаланс будет зависеть от плотности. Ну, вот, кто помнит, землетрясение в Турции было. Почему? Потому что, говорю, летосферные плиты, есть трещины, есть глубинный разлом летосферных плит. А вот на этих планетах такой, кстати, проблемы нету. Им больше повезло на случай. В них практически никогда не бывает землетрясений. Из-за того, что их летосферный планет, у этой планеты летосферные плиты не такие плотные, они более рыхлые. И у них исключена такая трагедия, как вот недавно было в Турции землетрясение. На этой планете такого быть не может. Вот. Кстати, еще неизвестно, где лучше на Земле или в космосе. Мне кажется, может, что вот люди, как вот илогат, носом чуют или еще каким-то другим местом, что вот в космосе явно есть какое-то место для житья получше, более комфортное. И поэтому так многие, сейчас даже современные ученые, люди богатые, люди даже, которые имеют огромные средства и возможности, они сейчас очень много проектов ставят, как начать освоение Марса, а потом освоение других планет Солнечной системы. И вообще, есть ли возможность вытащить кусок земной цивилизации и сделать колонии там где-то на других планетах. Но это называется, они как вот чуют, что там где-то есть более комфортная жизнь. Главное, вот на таких планетах, а их несколько, и рядом с Солнечной системой несколько, там есть гарантии от землетрясений. Но я думаю, вот в данное время это очень актуально, я вам сказала. Ну вот, я хочу, чтобы еще раз вам показать, что как, будучи здравым уме, здравом рассудке, а я, как художник, я рисую и планеты, инопланетные цивилизации, и обыкновенный реализм, реалистичный, вот, кстати, хотела показать экземпляр. Просто скетч, белая розочка. У меня сад есть, мой, я еще так потом покажу, у меня, кстати, есть, под этим видео могу дать ссылочку на слайд-шоу, но кто хочет, может на канал зайти посмотреть. Цветы, цветы, мне очень нравятся цветы, у меня есть сад, и там растут розы, я сама выращиваю, как могу, так и выращиваю, конечно, красивые, в основном розовые, но у меня есть один, небольшой кустик, и на нем белые розочки, на самом деле они не такие крупные, как я изобразила, но вот это вот скетч белых розочек, это такой же, кстати, сорт роз, который вот у меня, но когда я рисовала, у меня их еще не было, это еще 2001 год, когда мы только-только переехали, лосаживаясь, ну вот у меня в саду растут розы, именно такого сорта, а это я нарисовала розочку, которую мне кто-то из моих знакомых, те давние времена подарил, и мне это с тех пор, ну и мне понравилось, она такая беленькая, чистенькая, такой однотонный белый цвет, просто белые розы, а, кстати, в Америке очень редко их найти, они маленькие на кусте есть, беленькие розочки, а чаще всего гибридная роза, вот этот вот перелив от желтый, белый и темно-розовые лепесточки, они многоцветные вот такие, это очень распространенный сорт хайбрид роза, а белые, кстати, здесь стали уже мало популярными, а мне они все равно нравятся, здесь вот такой вот с переливом, от такого малинового, через белый, с желтой, вот такая вот розочка, она как будто с подсветкой, ну это вот хайбрид роза, она в Америке очень популярна, просто розовая очень популярна, вот оранжевая, то есть красноватыми такими лепестками подсветкой, очень популярна, а белые вот перестали быть популярными, а мне вот они все равно нравятся, это я к тому, что я рисую и обыкновенную земную реальность, и инопланетные миры, мне как художнику интересно рисовать и то, и другое в ранней степени, ну подписывайтесь на мой канал, кому интересно, до новых встреч, всем добра и позитивной энергии.